Решения по поддержке экономических операторов в области туризма, пострадавших от пандемии COVID-19, обсудили министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян и представители Национальной ассоциации туристических агентств Молдовы, Агентства по инвестициям, Министерства юстиции и Агентства по защите прав потребителей. С Турной обсудили требования, предъявляемые бизнес-средой к смягчению отрицательных последствий для туристической отрасли в контексте эпидемии. Одна из актуальных проблем, заявленных турагентствами – возмещение денег за подписанные до 17 марта контракты, по которым клиент должен был использовать туристический продукт в летний сезон 2020 года. Деньги, полученные организатором, уже были приведены зарубежным поставщикам услуг. В этой связи Сергей Райлян отметил, что драматическая ситуация в этом секторе затрагивает не только операторов, но и туристов. Поэтому министр высказался за определение оптимальных решений для обеих сторон. «Пандемический кризис сильно ударил не только по туристическим агентствам нашей страны, но и по всей отрасли по всему миру. Мы проанализировали предложения, полученные от турагентств, меры, которые другие страны приняли в аналогичной ситуации, а также интересы туристов, чтобы вернуть свои деньги и перенести отпуск», – сказал министр экономики и инфраструктуры. Райлян также отметил, что в этой ситуации важно помочь выжить бизнесу и застраховать наших граждан. Среди предложенных мер установление моратория на возмещение платежей клиентам, отменяющим поездки на основании договоров, заключенных до 17 марта 2020 года, и разрешение туроператору возместить деньги до 31 марта 2021 года, поэтапное возмещение турпакета и выдаче плавающих ваучеров на отдых, действительных до 31 декабря 2021 года. Чиновник отметил, что эти предложения будут включены в подготовленный экономическим ведомством документ и будут предложены для рассмотрения национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В то же время министр призвал представителей учреждений поддерживать постоянную связь с командой министерства для дальнейших консультаций.